Ну что, уже обосрался? Так близко меня никогда не видел? Если ты мамочка, беременная мамочка или просто беременная, если ты ребенок или человек с тонкой психикой, прошу тебя отойти от экрана на время просмотра этого видеоролика. Или включить клип не лето. Сегодня будет много хейта, мата и всего остального. В общем, ща будет мясо. Приятного просмотра. Не, пацаны, я как бы рили немножко ебнутый. Время, блядь, без 10 час, типа будни. И обычно люди что в это время делают? Ну, наверное, заканчивают заниматься своими делами, там спать ложатся. И кто-то там на порнохаб заходит по подписке премиум бесплатной. Я пытаюсь вам объяснить, как не попасться на мошеннический сайт, как не отдать свои деньги мошенникам. При том, типа, ладно, если бы этот сайт, блядь, работал. Я вот сейчас такой захожу. Сайт, кстати, называется iRobotics. Такой iRobotics.ru, блядь. Хуяк, а его уже не существует. Я хотел пробежаться по этому сайту, показать вам на живом примере. Я, конечно, блядь, типа 100% я не был уверен о том, что этот магазин мошеннический, скамерский, вот все вот эти вот синонимы. Я просто предполагал на 90%, что вот это прям разводной сайт. У меня сейчас из пруфов для вас, разверну на весь экран, из пруфов для вас осталось только письмо на почту, где я сделал тестовый заказ для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Ну, то есть, типа, я сделал заказ, его не оплачивал, и мне было интересно, если мне позвонят из сайта с поддержкой, что мне будут говорить. Видите, я для вас сделаю ролик, и такой, типа, я вот от всех мошенников вас не огорожу, но вот от таких ебланов, вот, пожалуйста. Вот это типичный скамерский ебланский сайт. А тут вот херак, вот без 10 часа и сайта нет. Кстати говоря, вот те самые три письма. Вот 11 апреля, сейчас вот 14 апреля я записываю ролик. Магазин техники, заказ 8797. Вот тут написано, наложенный платеж, почта, там, мой номер телефона, телевизор LG Allerge 65C8. Это модель 2018 года, и везде она стоит, ну, где-то там, если сильно постараться, может, от 125 до 160 тысяч. То есть, 140 тысяч, DNS ее продает, типа, это нормальная цена. Тут 72 тысячи. Очевидно, где-то зарыта, сука, собака. Вот собака зарыта оказалась в том, что магазин, блядь, исчез раньше, чем я это планировал. Сделал первый заказ без регистрации на сайте. Сделал второй заказ с регистрацией. Само собой, я не совсем долбан. Я пароль использовал не свой обычный, который я использую, Депорнохаба, придумал сам на шару. Добро пожаловать и спасибо за регистрацию в магазин техники. Кстати говоря, письмо пришло от домена, от почты information.sobaka.irobotics.ru И третье письмо было сделано уже с регистрацией. Как вы можете заметить, заказ был 87.97 без регистрации, 87.98 с регистрацией. Для просмотра заказа нажмите на ссылку ниже. Так вот, хряк, хуяк, не удалось получить доступ к сайту. Не удалось найти IP сервера. Давайте, наверное, заглянем в историю гугла-шмугла и я покажу вам, как выглядел этот сайт. И расскажу, наверное, вообще, а че я к нему докопался-то, как я его нашел. Окей, гугл, почему я долбоеб и не могу посмотреть нормальную версию сайта? Гугл не дал ответ. И никто его не даст. К сожалению, сохраненная копия выглядит вот так, и по ней, на самом деле, очень сложно ориентироваться. То есть, вы не видите картинок. Как я нашел этот сайт? Я вбивал в поисковую строку запрос LG ALER65C8. И, как это ни странно, вот буквально первой ссылкой у меня высветился этот великолепный магазин. Его нет на Яндекс.Маркете, он выглядел вот так он выглядел. То есть, давайте прямо при вас купить LG ALER65C8. И вот в самом верху, вот где написана реклама, где здесь LG светится. Вот сайт dimery.ru. Не знаю, что за сайт. Посмотрим сейчас. Тут снова вот это dimery.ru. Liner.ru. Но это 55-е не особо интересно. Ну, вот. Вот так вот. То есть, это было. И тут где-то был великолепный сайт iRobotics. Я такой на него перехожу. Где ты, мой дорогой? Мой прекрасный. Вот он. Захожу, и написано. Сайт существует с аж 2016 года по 2020. Есть отзывы. Цена низкая. Написано в наличии. Оставьте заявку, и мы вам перезвоним. Перехожу. Делаю, собственно, заказ. Само собой, ничего не оплачивая. И пытаюсь для вас сделать интересный контент. Что они должны делать? Ни в коем случае вы. Если нашли стоимость ниже, чем в остальных магазинах. Вот по интересующему вами товару. Не нужно бежать регистрироваться. Не нужно, не дай бог, оплачивать. Делать заказ тоже не нужно. Просто потеряете время. Некоторые потеряют нервы. Некоторые себе в голове еще напридумывают, что они упустили самый сочный вариант. И сайт закрылся, потому что налетело очень много желающих приобрести товар. И просто, короче, смели все с полок. Нет, так делать не надо. Вот абсолютно во всех магазинах, скамерских, не скамерских, есть верхняя шапка. Выглядит она так по-уебански. Ну, представим, представим. Бум, что она выглядит красиво. Она прямо шапкой выглядит. Тут у нас написано. Отзывы о нас. Просто о нас. Доставка оплаты. Гарантия контакта. Если вы видите в шапке магазина, пункт отзывы о нас, процентов 70 от того, что магазин наебывает. К сожалению, перейти в пункт отзывы о нас я не могу, потому что великолепный веб-архив Гугла не сохранил эту страницу. Но если кто более прошаристый, чем я, и это не прошаристый, то можете скинуть что-нибудь там в комментарии. И сказать, что вот, пожалуйста, есть же сохраненная копия, можешь попрыгать по ссылкам. Но вот у меня это не получилось. Заходим в отзывы о нас. И там было несколько абсолютно мне неизвестных площадок, никаких отзывиков. Там был, кстати, отзыв.ru.ru и еще какие-то три малоизвестные площадки. Везде отзывы датировались с 17-18 годом. Какой-то отзыв был начало 19-го года. За последнее время там ничего интересного не было. И комментарии к этим отзывам были сугубо положительные. Что типа, я нашел вариант, который везде стоит за сотен, а я купил его за 60. Вот обманул систему. Там был, кстати, даже комментарий, что я купил смартфон за пятнаху, везде он стоит 30, а на авито продал его за 20. Нет, теоретически-то, конечно, такое возможно. Но это может быть где-то на авито возможно. Но ни в коем случае не на каком-то сайте. Итак, пункт один, который вы все обязательно должны усвоить. Если есть строчка отзыва у нас в шапке, вероятность того, что магазин хочет кого-то наебать, крайне высока. То есть это как презумпция невиновности. Магазин сходу пытается нам показать, что он не мошенник. А, собственно, зачем, если его никто в мошенничестве и не обвиняет. А вот он такой сразу. Ты ему привет? Он такой, а я не мошенник. Ты такой, а с чего ты взял, что я считаю, что ты мошенник? Он такой, а вот мы, вот, собственно, это и первый пункт. Безусловно, полная моя субъективщина. Но хотелось показать вам, как выглядит сайт. Ну да ладно, просто верьте моим словам. Исходя из моего опыта, это типа, это теория, это мысль, она верная. В подпункте о нас в шапке будет написано, что мы такие заебись. Мы прям самые крутые. Мы с самыми низкими ценами. Нам доверяют абсолютно все. И даже Яндекс.Маркет у нас не брал деньги за рекламу. В общем, будет написано все то, что, наверное, хочет увидеть обыватель. Я не знаю, на кого это рассчитано, но сделано всегда на скамерских сайтах однодневках. Все очень топорно. Следующее, что мы должны проверить, элементарно написать в Яндексе, в Шмяндексе, где хотите. Хоть в ТикТоке. Отзывы и вот, собственно, сам сайт. Вот, пожалуйста, отзывы. Ай, дефис-такут ручками пишем, не ленимся, это очень важно. Отзывы iRobotics.ru. Вот сейчас сайт правоголоса чекается. Его можно обнаружить. Если мы туда перейдем, то даже есть скрины. И вы можете убедиться, увидеть, что я не пиздун какой-то. А вот, собственно, реально был такой сайт, который работал какое-то время. Выглядел вот он именно таким образом. Отзыв оставлен 7 апреля, когда я делал предварительный заказ, аж 11 числа. Вот эта ссылка, она не билась. То есть, я вбивал отзывы iRobotics, и вот конкретно право голоса здесь не высвечивалось. Да, были отзывы на отзыв.com о сайте vrobot.ru. Отзывы. И давайте мы с вами еще, знаете, что посмотрим. Оттуда вы видите scam.su и отзыв.com.ru. Тоже у нас есть определенный отзыв. Переходим на scam.su. Опубликовано 01.10.2018 года отзывы iRobotics. Интернет-магазин iRobotics предлагает огромный выбор и низкие цены. Наша команда уделяет внимание каждой детали. Поэтому на сайте мы подробно описываем каждую модель. Никакого отзыва, собственно, нет. Просто указана информация из раздела «О нас», «О сайте». Неинтересно, что у нас указано на сайте. Отзыв.com.ru. Аж 28.10.17. Металит-магазин и бла-бла-бла-бла. И отзывы. Несколько раз тут уже делал покупки. Магазин отвечает всем моим требованиям. Классная цена совершенно новая микроволновка. Никто ничего не доставляет. Это развод на деньги. 8.04. Пунктуальный, вежливый курьер здесь работает. Внимательный оператор. Ответил на все вопросы. Абсолютно довольна тем, что именно здесь сделала покупку. Магазин с массой достоинств. В общем, этот сайт бился. И, казалось бы, мы вроде бы как вбили. Название магазина. Вроде бы добавили слово отзывы. Но увидели только положительные стороны. Я повторюсь, права голоса тогда не было. Само собой, ты, именно ты, умный зритель, уже понял, к чему я веду. Если есть на сомнительных площадках отзывы о магазине, который заявляет, что он был с 2016 года, всем известен и все с него покупали, и он прямо супер прекрасный, но его нет на Яндекс.Маркете, это значит, что сайт, собственно, наебывает. Тут даже, друг мой, дважды два пять складывать не нужно, чтобы убедиться в том, что это скам. У нас абсолютно непонятные площадки. Если сайт действует так давно, почему про него не написали на известных ресурсах? Вопрос. Следующий пункт, который вас должен насторожить, это, собственно, местонахождение магазина. Потому что у нас в магазине указано, что вы можете приобрести товар двумя удобными, в любом случае удобными для покупателя способами. Первый, это самовывоз. Второй, это доставка. И компания работает с ДЭКом, с деловыми линиями, в общем, со всем, чем хотите. Всем она доставит, хоть голубиной почтой. Где находится у нас с вами этот самый сайт iRobotics? Я прекрасно помню, что на сайте фигурировал город Самара. И вот на сайте правоголоса указано, что адрес был забит, как город Самара, улица Солнечная, 8. Вы ее с собаками не найдете. Нет, Солнечная, 8-то я, да, я находил. Но именно в числе тех действующих организаций, которые существуют в этом доме, нет никакого iRobotics. И нет близко даже ничего похожего на iRobotics. Всегда не ленитесь пробить, где, собственно, находится этот самый интернет-магазин. Потому что, в конце концов, если вы попали на деньги, вы вообще, в принципе-то, представляете, кому вы будете обращаться? Если есть адрес, даже скамерский, то есть, типа, люди работают оффлайн, наебывая в интернете, но их можно найти теоретически, там какой-нибудь стол выдачи заказов, я не знаю, хоть что-нибудь. То есть, они там объебывают каждого пятого. Но вот вы каждый пятый будете, вы хотя бы знаете, куда прийти или нет. Это ведь очень важно. Вы, когда совершаете покупку в интернете, в незнакомом для вас магазине, первый раз, вы обязательно должны понять хотя бы, куда вам в случае чего идти, а на кого писать-то претензии. В полицию вы придете, вы что, на домен, что ли, напишете? Я думаю, что нет. Разобрались, город Самара, солнечно, открыли дубльгиз, посмотрели организации. Тут человек в своем отзыве все абсолютно верно пишет. Если в здании нет организации, айроботикс, либо как-нибудь подобным образом, там, ОООшка, да, вот это вот, их непонятно. Если ничего даже близкого нет, значит, у нас свой магазин-обманщик. И, кстати, подтверждая мной сказанное несколько минут назад, вот тут человек указывает, что в запросе айроботикс.ру выскакивают две ссылки на два скамерских сайта отзыв.ру.ру и отзыв.коп.ру. Да, абсолютно тупые домены, несложно догадаться, что и там, и там скамер хуямер. Например, вот эти вот две ссылки, вот они первые вас и ждут, когда вы ищете пруфы относительно достоверности работы и честности работы этого магазина. Мошенникам, вот это все как раз-два сложить. И, конечно, несмотря на вкусные цены, скидки, действительно, большие скидки на весь сортимент, айфоны там за полтинник, 11, Pro, Max, Huiax, вот это вот все, и телевизоры, OLED 65 со скидкой там 30, 40, 50 процентов, это все великолепно. Но, когда мы с вами переходим в раздел оплаты, мы с вами видим элементарный перевод на банковскую карту. То есть, с вашей карты на карту мошенника. Я не заявляю о том, что все магазины, которые работают по этой схеме, мошенники, отнюдь нет. Так работает немалая часть магазинов, и некоторые из них не обманывают. Просто вам нужно, опять же, для себя усвоить сайт, о котором никто не слышал, либо сайт, о котором мало информации. Заявляют, что он работает уже очень давно, но о нем вы не слышали ни на ютубе, о нем вы не слышали ни в рунете, не светился он на каких-то независимых форумах, никто его не обсуждал. Внезапно предлагает вам товары по низкой стоимости и перевод на банковскую карту. Вот для того, чтобы перевести деньги на банковскую карту, вы должны с этим магазином в понебраских отношениях быть. Что в случае чего, вы должны в любом случае позвонить и уточнить. Василий Петрович, где мои деньги? Тут такого нет. По номеру телефона, кстати говоря, я звонил и сейчас, и тогда я звонил. Нет, нет, нет. Я звоню, там ничего не происходит, просто гудки идут, никто трубку не берет. Нет даже привычного мне уже. Вас приветствует магазин iRobotix. Самые низкие цены в России. А, ну и да, пацаны, я вот Димери открывал же вкладкой. Я что-то немножко проебался, забыл. Она затерялась тут среди остальных. Давайте чекнем этот магазин. Номер московский с понедельника с 10 до 6. Ну, идем, собственно, по моей схеме, которую я вам рекомендовал. Давайте попробуем оплату с вами посмотреть. Перейдем, все красиво, так вот загружается. Оплата по безналичному расчету с НДС. Мне интересно, банковской картой. Первый вариант – оплата на реквизиты. Второй вариант – на номер банковской карты. После оплаты уведомить номер карты вы можете узнать при оформлении заказа на сайте. Оплата по квитанции. По квитанции через любой сельский банк. Это перевод, как оплатить заказы. Вам необходимо зайти в вашу электронную почту и открыть письмо с уведомлением о новом заказе. То есть, пацаны, блядь, я вот только что, вот я, блядь, я весь ролик говорил вам о том, что не нужно, не нужно ни в коем случае оплачивать напрямую банковской картой на сайте, который хуй пойми откуда вылупился. Про который нет отзывов на известных площадках и который, блядь, заявляет, что он, сука, существует с 17-го года. Давайте, кстати, домен чекнем, когда он вообще образовался. Dimery.ru Создан 2-го апреля, оплачен 2-го апреля. На год до 3-го мая 21-го года. Эта сука, тварь, ебучая. Она еще работает, блядь. И Касперски пропускает. И высвечивается она на главной. Я вам приводил в пример. Я вот сейчас охуел с того, что я прямо в лайве. Забил, блядь, LG OLED. И в рекламе я увидел эту залупу. Эту, блядь, Dimery.ru. Мне уже достаточно информации о том, что... О том для того, чтобы утверждать, блядь, запутался нахуй. Короче, мне достаточно информации, чтобы сказать вам, что Dimery интернет-магазин, блядь, ебаные долбоебы. Хуеплеты сосут хуи, блядь, бомжей. Пиздец, они меня бесят. В пункте доставка написано, что имеются различные способы доставки. Самовывоз доставка курьером. Доставка по России. Доставка по Москве и Московской области. График работы службы доставки такой-то. Доставка по России транспортными компаниями такие-то. Бла-бла-бла. Самовывоз, город Москва, Перовская улица, 1С22. Давайте чекнем, где это. Дубль ГИС у нас не нашел эту улицу. Показывает, что это парковка. Но это Дубль ГИС-долбоеб, скорее всего. На Яндекс-картах я ее нашел. Вот, собственно, это она, 1С22. Вот все организации в здании. Магимекс, Тепломир, Дана, блям-блям-блям-блям. Где вот эта вот хуита? Где, блядь, Dimery? Где, сука? Вы видите тут Dimery? Я, блядь, его здесь не вижу. Нахуй. Нет, блядь, Dimery. Вот этой всей залупы мне уже достаточно. Кстати говоря, что они вообще продают? Ну, давайте, например, смартфоны. Смартфоны и гаджеты. Посмотрим. Скидка 30%, скидка 30%, это какая-то залупа, блядь. Новые популярные по цене. А, ну то есть у нас вообще на абсолютно весь ассортимент одна и та же скидка. И, друзья мои, вы тоже, блядь, наверняка уже догадались, что не существует магазинов, в которых одна и та же скидка на весь ассортимент. Это ебучие наебщики. Сука, ебать вас черти будут. Вы заебали уже. Dimery, ру, блядь. Детей еще каких-то приплели, блядь. Хуй поймешь откуда. Но я прекрасно понимаю, что они никакого отношения не имеют к этому сайту. Но ебать рот, блядь, владельцев такого говна. Сука, чтоб, блядь, их черти выебали. Пока работает, видимо, пока еще никто не попался на уловку. 14 апреля, 12 дней, сайт работает. Сделан охуенно. То есть ты смотришь, блядь, вообще вопросов нет. Вконтакте есть Одноклассники и Фейсбук. Давайте посмотрим. И Вконтакте, и Одноклассники, и Фейсбук. Что у нас тут? Вконтакте. Пройдем авторизацию, блядь. Мы не гордые, нахуй. Блядь, вы поняли, да? То есть ссылка на Вконтакт перекидывает вас не на страницу с группы этого магазина. Блядь, даже не на администратора, с которым можно порешать вопросы. А на ебаную рекламу, блядь. Типа я буду рекламировать эту хуету, блядь. Вот я прямо так беру, блядь, и пишу, блядь. Сука, ебаная немецкая клавиатура. Ху-и-та. Ху-и-та. Ебаная, блядь. Пиздец, у меня пукан, блядь, горит. В Одноклассник. То же самое, блядь. Фейс, фейсклуки, блядь, то же самое. Пизда рулю, пизда рулю и седлу, блядь. Нахуй, выходим отсюда. Короче, друзья. Чекайте, чекайте, блядь, этот сайт. Я ролик, как обычно, загружу 14 апреля. Сейчас я, блядь, загружу его 14 декабря, блядь, 2020 года. Чекайте, когда эта залупа закроется. И я думаю, вы для себя лишний раз поставите галку, что я не пиздобол, и это говно, блядь, уже не работает. А не будет оно работать тогда, когда эта залупа кого-то, блядь, кинет. Короче, вот такое мнение о магазине, который мы с вами нашли в лайве вообще. Этим видеороликом я не хотел выпустить очередной ролик, где я бы обмазывал тему, связанную с мошенниками. Что вот они есть, не нужно попадаться на их развод и друг будет на чеку. Но я вот вам сказал про этот сайт. А ведь сотни, десятки, тысячи других появляются. Вот я сейчас записал этот ролик и появилось где-то 100 скамерских сайтов. Вполне вероятно, что вы попадетесь как раз-таки на такой сайт и, возможно, вам даже перезвонят. Возможно, вам ответят на электронную почту. Возможно, будет что-нибудь еще, о чем я не сказал. И вот ты, друг мой, прямо сейчас сидишь и думаешь, ну ведь это же суперочевидные вещи. Ведь то, что он мне сейчас сказал, это понятно. То есть товар за полцены, перевод на банковскую карту. Что, серьезно, что ли, кто это будет вообще делать? А вдруг мой делают. Делают еще как. И переводят деньги, и домены, как обычно, закрываются тогда, когда мошенник получил какую-то сумму себе на карту. Он ее, конечно, отмыл и сейчас уже радуется. Купил себе непонятно что. Я надеюсь, что он себе несколько фалосов купил, чтобы в его сраки бездойно они уместились. Но всего есть последствия. И конкретно последствия этого магазина, как мне кажется, для кого-то из покупателей оказались плачевными. Маловероятно, что домен просто так закрыли. Маловероятно, что люди пришли просто пожаловались и вот как-то все это дело закрутилось, завертелось и сайт закрылся. Нет, просто кого-то обманули и сайт автоматически удалился. Вот отзыв написан 7 апреля 421 просмотра. 421 просмотра. Все-таки человек, который ищет какой-то товар, в поисковой строке Яндекса через Яндекс находил этот злополучный говенский сайт iRobotics. И из 421, которые перешли уже именно по этой ссылке, сколько было тех, кто не посмотрел конкретно этот отзыв? Сколько было тех, кто почти повелся? А сколько было тех, кто повелся? Вопрос, конечно, остается открытым. Я прошу вас. Нет, я просто молю. Никогда. Что бы ни произошло. Что бы вам ни говорили, ни умоляли, ни мамой клялись. Никогда не совершайте 100% предоплат на таких сомнительных ресурсах. Никогда не переводите деньги на карту, если вы не уверены 100%, а если уверены 100%, перепроверьте. Потому что ваша уверенность может зависеть конкретно от какой-то конкретной ситуации. Получилось у вас каких-то легких денег заработать, вы ищете сразу, куда их вложить, и не нужно их вкладывать с камеров. Их не будет в интернете, если мы с вами не будем продолжать... Ну, не мы с вами, вы-то меня смотрите, я думаю, что вы не подвергаетесь таким провокациям. Не будет скамеров, если у них не будет хлеба. А их много из-за того, что очень много людей. Доверчивых, глупых, которые не разбираются в информации, которые доверяют абсолютно странным ресурсам. Да даже Яндекс.Маркет это не гарант качества. В общем, друзья, очень, хотел сказать, очень рад. Отчасти я печален, что сайт не работает. Хотел попрыгать по вкладкам, рассказать вам о том, что вот типа сайт наебщик. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот так вот работают мошенники. Запомните вот все вот это, как оно выглядит, вот эти гарантии, вот эти отзывы фейковые. Организация, которая по факту не существует в указанном строении, но сайт закрылся. Не попадайтесь. Не попадайтесь на провокации мошенников. Не тешьте себя мыслью о том, что товары по низкой стоимости обязательно подразумевают в себе полную оплату перед получением товара. Не слушайте тех, кто говорит, что мы работаем без уплаты налогов. Мы работаем напрямую от производителя, у нас самые низкие цены, потому что есть прямые поставщики. И мы малый бизнес, мы просто боимся остаться без денег. Так всегда говорят наебщики. Все платят налоги, а иначе дядя какой-нибудь из специальных органов в Российской Федерации приедет и посадит тебя на кукан. Закончить предлагаю я словами автора отзыва на сайте правоголоса. Торговать воздухом в интернете – это самый выгодный и абсолютно безопасный вид бизнеса в Российской Федерации. Всем спасибо, всем пока.